Я хочу рассказать про своего прадеда. Мой прадед Наугольев Николай Иванович родился в 1915 году в Ростовской области. С детства мечтал стать военным. Поступил и закончил Бакинское военное училище. В 19 лет стал председателем совхоза. А с 1935 года служил в Красной армии. Для прохождения службы вместе с семьей был направлен в город Дирижан, где их и заставило известие о начале войны. Мой прадед сразу ушел на фронт, оставив жену и маленькую дочь в военном городке. На фронт Николай Иванович ушел в звании старшего лейтенанта в составе горно-стрелкового полка. По приказу командующего Закавказского фронта был назначен выполняющий обязанности начальника штаба 554-го горно-стрелкового полка. Последнее письмо с фронта, с фотографий, мой прадед прислал из Крыма с 30 апреля. Больше о его судьбе ничего не известно. Он пропал без вести. Спасибо моему прадедушке Ноугольному Николаю Ивановичу за победу в Великой Отечественной войне. Неизвестным солдатам Великой Отечественной войны посвящается Степан Кадашников «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена, Навеки их взяла с собой свой край неведомый – война. Они сражались беззаветно, Патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, Печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя Через десятки мирных лет «Прикрой меня! Прикрой, Коля!» И вспыхнет вдруг ракета свет. А Коля в этом тихом поле Лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер Нам порой напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, Пройдя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, Что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле Приносит ветром имена. Редактор субтитров А.Семкин